Теперь давайте немного поговорим об употреблении инфинитива в греческом языке. И первое, что нам с вами нужно обсудить, это одну конструкцию, которая не всегда имеет прямые аналоги в русском языке, но очень часто встречается в греческом языке. Мы с вами уже говорили, что инфинитив не определенная форма глагола, и не определенной формы глагола, подлежащего как такового, быть не может. Но иногда говорящему нужно и важно указать, кто является исполнителем того действия, которое описано с помощью инфинитива. И в греческом языке для этого есть специальное средство. При инфинитиве можно поставить слово в винительном падеже, и это слово в винительном падеже будет смысловым, подлежащим инфинитиву. Формально оно, конечно, не подлежащее инфинитиву, и такое употребление в винительном падеже иногда называют винительные ссылки. Что касается вот этого, то вот таково. Так, но по всем, по особенностям употребления, фактически слово в винительном падеже при инфинитиве играет роль смыслового подлежащего. Иногда что-то подобное мы с вами можем сделать и в русском языке тоже. Это у нас даже как-то просто, естественно, получается. Ну, например, посмотрите, Матфея, 22 глава, 3 стих. Ну, речь идет о приглашении на брачный пир. Иисус рассказывает притчу. И вот хозяин Кай Апестелы. И послал Аорист туздулус ауту, рабов своих. И теперь у нас Аорист на инфинитиве. Видите? Кале сай. Кале основа и сай морфема Аористного инфинитива. Позвал рабов своих позвать тузской клемменус званных. Это причастие от того же самого глагола калеус. Страдательное причастие, перфектное. То есть кто-то, а званные когда-то уже были позваны. Вот сейчас они находятся в состоянии званных. И вот этих самых званных, с которыми какая-то есть определенная договоренность, их теперь зовут на пир. Но нас сейчас больше интересует инфинитив. Кто именно выполняет действие инфинитива звать? Рабы. Видите? И послал кого? Рабов своих позвать. То есть мы с вами понимаем из контекста, что именно рабы будут звать званных. И в данном случае слово рабы, оно стоит в венитальном падеже, потому что оно, дополнение глагола посвал, является смысловым, подлежащим для инфинитива позвать. И в русском языке, и в греческом языке, при этом у нас не возникает каких-то особенных проблем. Давайте еще один пример посмотрим. Евангелие от Марка. Первая глава. 34 стих. Ну, самый конец стиха посмотрим. Кайук эфиен, лолейн та даймония, хоти, эдейсан, аутон. Кайук эфиен, и не позволял, лолейн, говорить та даймония. Та даймония стоит в венительном падеже. Ну, если мы как-то в винительный, в винительный переведем. И не позволял говорить бесов, хоти, эдейсан, аутон. Что знают его, что знали его. Эдейсан, если трудновато узнать эту форму, пожалуйста, как-то всмотрите с ней и вспомните. Потому что эта форма плюс к вам перфект от глагола ойда. Ну, ойда это перфект, он всегда перфект. У него не употребляется форма настоящего времени. А в качестве прошедшего времени используется форма плюс к вам перфект от ойда. И выглядит она вот так. То есть это прошедшее время от ойда знать знали. Но возвращаемся к интересующей нас конструкции. Не позволял говорить. Кому говорить? Бесам. Мы по контексту понимаем, что действующее лицо для действия говорить – это бесы. И выражено это с помощью слова бесы в винительном падеже. В русском языке для того, чтобы передать ту же мысль, нам понадобилось не винительный падеж, а дательный. И не позволял говорить бесам. Ну, может быть, вот так просто позволять говорить бесы мы в уме легко складываем вот эту мозаику из трех слов во что-то осмысленное и сразу же переводим «не позволял говорить бесам». Но если мы не вот так раз и сочинили что-то, а внимательно пройдемся по форму, позволяло говорить бесов. И мы должны понять, почему бесов, почему винительный падеж. Потому что в греческом языке слово в винительном падеже при инфинитиве указывает, что действие инфинитива им осуществляется. И теперь мы, понимая это, ищем какую-то русскую форму, которая передала бы ту же мысль. В данном случае эта мысль передается, если мы бесу поставим в дательное падеже. Не позволяло говорить бесам. И здесь уже видите, какой-то дословный буквалистский перевод не очень-то срабатывает. Давайте посмотрим ситуацию, где с буквалистским переводом, с попытками сохранить форму, будет все еще хуже. Посмотрим филиппийцам. 1.12. Геноскейн, де, хюмас, булумай, аделфой, ну и так далее. Геноскейн, видите кончине эйн, инфинитив, настоящего времени, знать. А знать же, хюмас, бас, венительный падеж, булумай, я хочу, аделфой, братья. Допустим, я буду просто пословно переводить с сохранением форм. Слушайте, что получится. Знать же, вас, хочу, братья, хоть и так, как эмэ, ну, там все обстоятельства, мы послужили большему успеху и так далее. А предложение не складывается, если мы его переведем целиком, но до первой фразы знать же, вас, хочу, братья, кажется даже осмысленной. Однако, такой перевод этой фразы в корне неверен, катастрофически неправильный. Смысл этой фразы другой. У нас есть инфинитив, геноскейн. При инфинитиве есть слово в венительном падеже, хумас. Хумас, вы, ну, вас, вы, это тот, кто исполняет действия данного инфинитива. И нам нужно предложение преобразовать так, чтобы было понятно, что действие осуществляется именно вами. Ну, действие знаний имеется в виду. И как мы это можем сделать? Например, вот так. Я хочу, чтобы вы знали, братья, что и так далее. Знать же, вас, хочу, братья, неверный перевод. Чтобы знали вы, братья, я хочу, верный перевод. Всякий раз, когда рядом с инфинитивом вы видите слово в венительном падеже, будьте внимательны и аккуратны. Потому что слово в венительном падеже может обозначать, что действие, описываемое вот этим именем действия инфинитивом, как раз и осуществляется тем, кто этим словом в венительном падеже указан. И трансформируйте предложение так, чтобы это было понятно. Как правило, для такой трансформации нужно слово в венительном падеже поставить в именительный падеж, инфинитив превратить в личный глагол, и получившийся оборот дополнить каким-то союзом. Ну, чтобы это вот один из возможных вариантов. Например, смотрите, что мы делаем. Геноскиен мы превращаем в знали, Камаз превращаем в вы, и добавляем в союз что бы. Я хочу, чтобы вы знали в раке, что и так далее. Вот здесь нам трудно. Вот здесь часто люди, начинающие пользоваться греческим языком, ошибаются. Они пытаются все пословно переводить, иногда потом из переведенных пословно слов слепляют какой-то смысл, иногда получается правильно, иногда получается неправильно, но это дурной подход к работе. Мы должны увидеть инфинитив, увидеть слово в венительном падеже, ответить на вопрос, что тут для чего нужно, и собрать из этого потом осмысленное предложение, как слово в венительном падеже сделало подлежащим, инфинитив в сказуемом, и весь один инфинитивный оборот превратив в предаточное предложение. Ну, давайте еще парочку примеров. Например, евреям 5.12. Со соединенным предложением. Пален хрен эхате ту дидаскиен хюмас тина та стойхея тес ахэстон логеон. Опять нужду имеете. И теперь у нас инфинитив дидаскиен. Вот перед инфинитивом стоит артикль ту в родительном падеже. Пока не обращайте внимания, чуть попозже мы с вами обсудим, зачем артикли при инфинитивах, какую они роль играют, вообще при чем здесь родительный падеж. Пока можете это проигнорировать. Но вот смотрите, дидаскиен учить инфинитив, хюмас, слово в венительном падеже, кстати, тина, еще одно слово в венительном падеже, и почему мы как раз этот пример рассматриваем, вот при инфинитиве даже два слова в венительном падеже. Я много раз говорю, вот если вы видите при инфинитиве слово в венительном падеже, то это может быть его смысловым подлежащим. Но инфинитив все-таки отглагольная часть речи. Глаголы могут иметь дополнение, инфинитивы могут иметь дополнение. Дополнение тоже ставится в венительный падеж. Поэтому при инфинитиве помимо подлежащего может быть и дополнение, и вот здесь мы это видим. Итак, опять вы имеете нужду, чтобы учил вас некто начальным элементом учения Слова Божьего, учения Божьего. Смотрите, вы учить инфинитив, учить кого? Вас, это дополнение инфинитива, а тина, второе слово в винительном падеже, это смысловое подлежащее инфинитива. Вы имеете нужду, чтобы кто-нибудь, тина, мы превращаем винительный падеж в винительное, делаем это подлежащее, учил вас, ну и там дальше еще в винительном падеже, тут еще и двойной винительный падеж, чему именно надо учить. Смотрите, нам требуется разбираться, если несколько винительных падежей, то нам требуется разбираться, где здесь у нас подлежащее, где дополнение и так далее. Формально, наверное, это можно было бы перевести так, и нужду вы имеете, чтобы вы учили кого-то началом Слова Божьего. Но по контексту мы понимаем, что читатели не нуждаются в том, чтобы поучить бы кого-нибудь, учитателю самих проблема их надо учить. Они вот стали слишком ленивы, чтобы слушать, и это приводит к катастрофическим последствиям. Их надо учить бы самым началом, правда, все это непросто. И вот здесь мы просто на основании контекста разбираемся, ага, а вот эта тина кого-то, это тот, кто будет учить. Кумас, это тот, тех, кого будут учить. И мы преобразуем это, чтобы учил вас некто и так далее. Будьте внимательны. Ну или еще один пример, который есть у вас в учебнике из Евангелия Руки 2.27. Энто эйсагогейн тус гонэйсту пайдилун иисун. Тут инфинитив с предлогом. Мы чуть позже обсудим, что это обозначает. Пока просто обратим внимание на эйсагогейн. Это оврисный инфинитив от эйсаго. Если я его привожу, а приношу, и в данном случае, видите, приносить тус гонэйст родители в винительном падеже, то пайдилун, младенец в винительном падеже. Если так пословно переводить, приносить родителей младенца Иисуса. Ну, смысла особого нет, но мы понимаем, слова есть в винительном падеже. Поэтому одно из слов в винительном падеже обозначает того, кто делает действие, второе – дополнение того, кто подвергается действию. И перевод корректно этого предложения – когда принесли родители младенца Иисуса и так далее. Громатически, конечно, возможен был бы перевод, и когда принес родители младенец Иисус. Но по смыслу этот перевод мы сразу же отвергаем, потому что хорошо видим ситуацию. Вообще, случаев, когда есть путаница, и трудно разобраться, что дополнение, что подлежащее, совсем немного, они есть, но их, к счастью, немного. Как правило, понимания контекста и здравого смысла бывает достаточно, чтобы разобраться, что есть что. Но помните, обязательно помните, если вы при инфинитиве увидели слово в винительном падеже, вам надо так трансформировать предложение, чтобы было понятно, что описываемое инфинитивом действие выполняет тот, кто вынужден этим словом. Это нелегко, но к этому нужно привыкнуть, потому что в греческом это сплошь и рядом, а в русском такое, только в совсем-совсем небольшом количестве предложений возможно. Будьте внимательны. Продолжение следует...